Вот наше приспособление для нарезки ящичных шипов. Основание, на которое крепится фрезер, и две подвижные платформы с бортиками. Основание гетинаксовое, прикреплено винтами. Сейчас мы попробуем при помощи этого приспособления нарезать ящичные шипы. Была у меня досточка, наши заготовки, с которых мы будем делать ящичек маленький. Это наши заготовки и две досточки для того, чтобы можно было подложить с задней стороны пакета, чтобы у нас не было щепок, для того, чтобы не вырвать дерево на выходе фрезы. Берем первые две заготовки. Кладем на них накладки с двух сторон и сматываем скотчем малярным. Он нам помогает держать заготовки вместе. Ну и в принципе их даже можно немножко поелозить, если вдруг мы ошиблись в взаимном расположении. Обязательно нужно проверить прямой угол. Ну здесь у нас вроде нормально все. Теперь можно эти заготовочки подготовить к нарезке шипов. Зажимаем в верстак. Крепим наше приспособление к фрезеру. Для этого снимаем основную подошву. И устанавливаем наше приспособление вместо подошвы. Для того, чтобы установить, закрутить винты, сделаны отверстия в одной подошве. Другие два винта у нас попадают между подвижными платформами. Теперь нам нужно выставить ширину паза, ширину шипа. Диаметр фрезы 6 миллиметров. Проще всего воспользоваться штангенциркулем. Фиксируем и выставляем первую платформу. Делаем зазор 6 миллиметров. Отпускаем наши крепежные винты. И фиксируем первую платформу. Теперь устанавливаем вторую платформу. На те же 6 миллиметров. Можно приступать к нарезке шипов. Что у нас получается? Фреза 6 миллиметров. Расстояние между фрезой и бортиком 6 миллиметров. И бортики по наружным размерам тоже 6 миллиметров. Ничего нового или сверхъестественного здесь нет. Теперь можно нарезать шипы. Продолжаем. Устанавливаем бортики внутрь прорезанного паза. Одна часть готова. С одной стороны шипы нарезаны. Поворачиваем заготовку на 180 градусов. Равняем край, от которого мы будем начинать нарезку. Зажимаем. И делаем ту же самую манипуляцию. Продолжаем. Продолжаем. две стороны нарезали посмотрим насколько правильно у нас сойдутся наши шипы будущем теперь берем две другие заготовки отмечаем лицевую сторону от которой мы будем нарезать шипы начало на начало заготовки у нас будет приходиться паз для этого нужно делать следующее берем обрезок той же заготовки толщина значения такую манипуляцию это будет наша вспомогательная заготовка толина ее нужна совсем небольшая для того чтобы нам перекрыть наши две чистовые заготовки плюс две накладки можно на миллиметр поуже крепим заготовки следующим образом берем две новые подкладки придется обрезать эти шипы также точно мы их поравняем по лицевой стороне а эту накладку вспомогательную прикручиваем двумя саморезами нашим подкладушкам так вот мы подготовили две другие заготовочки наша вспомогательная планка засверливаем два отверстия проверяем перпендикулярность теперь прикручиваем нашу вспомогательную планку вспомогательная планка позволит нам сделать отступ 6 миллиметров так чтобы у нас первым шел паз первым получается паз дальше те же самые манипуляции повторяем до конца вот наш второй комплект деревяшек посмотрим что у нас получилось конечном итоге так лицевая сторона шипы получились очень ровные очень плотные вставляется легко относительно вот то что у нас получилось можно дарить жене шкатулку почти так 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 так